История русских сел в Калмыкии начинается с указа от 30 декабря 1846 года о заселении дорог на калмыцких землях Астраханской губернии. На тракте от Царицыно до Ставрополя предполагалось учредить села, станицы с русским населением. Так, например, в истории села Кормовое записано. Надо отдать должное коренному населению степи. Калмыкии не только не препятствовали переселенцам обустраивать их быт, но и всячески помогали им, обучали их премудростям пастбищного содержания скота. Уже в 1854 году журнал «Волга» отмечал, что обеспеченность скотом у переселенцев в два раза выше, чем у других государственных крестьян Астраханской губернии и уступала только калмыкам. Вчерашние крепостные унижены рабством в местах своего прежнего обитания на степном раздолье Калмыкии, вдали от чиновников, судей и приставов, нагло обиравших их, впервые почувствовали пьянящий воздух свободы. Благосостояние их росло. В селах стали строить церкви и школы. Главным тормозом в дальнейшем развитии русских поселений стала нехватка земли. Вся земля Кургом принадлежала калмыкам. Выходить русским крестьянам за пределы выделенной им под заселение земли строжающе запрещалось и наказывалось государством. Всеми делами в калмыцкой степи ведало управление калмыцким народом. Руководил им заведующий калмыцким народом, которому подчинялись улусные побечители. Работали в улусных управлениях за очень редким исключением только русские люди. Баношеском улусном управлении служил и Петр Анацкий. Богатые русские чиновники калмыцкого управления были против раздачи калмыцкой земли крестьянам, так как через подставных лиц брали ее в аренду за бесценок и уже за приличные деньги сдавали ее жажду семзели крестьянам. Общественный капитал калмыцких улусов из-за этого пополнялся на порядок меньшими суммами. Поэтому так мало было в калмыцкой степи школ, больниц, хороших общественных зданий. Уже в начале 20 века земельный вопрос калмыцкой степи значительно обострился. Во всей Астраханской губернии калмыцкая степь занималась 70% всех земельных угодий. Русскому населению катастрофически не хватало земли. Из-за потрав переселенцами выпасов сокращались и территории для содержания скота калмыцкого населения. В 1912 году в Петербурге на совещании в МВД сообщалось, что переселенцы из села Улан-Эргэ содержат 150 тысяч овец-мериносов. Из-за взятки в улусном управлении фактически пасут их на территории Маныческого и Икицухорусского улусов, вытаптывая там пастбище. Широко известна 15-летняя тярба переселенцев из села Солодники с калмыками и кибухусовского Аймака. Были межнациональные столкновения на этой почве. В один из таких дней старшина и кибухусовского Аймака бы дал телеграмму в калмыцкое управление о захвате земли. Крестьяне толпой приступили к массовому скосу травы. Стражников крайне необходимо, дорог каждый час. Дело это безрезультатно рассматривалось долгое время. После революционных событий земля таки осталась за крестьянами села Солодники. И это происходило по всему периметру границ калмыцкой степи. Обострились и отношения между старыми и новыми переселенцами. Первопереселенцы уже вжили степной быт, наладили связи с калмыцким населением. Так, ревизор Кошкин писал в отчете, что новые русские поселенцы в Яшкуле терпят притеснения от русских же старожилов. Первопоселенцы насильно закрывали школу для детей новых жителей, а калмыцкое общество берет с них более высокую плату, чем со старожилов. Первая мировая война и революция еще больше обострила эти противоречия. В 1917 году с фронта в русские села Калмыцкой степи стали возвращаться вооруженные фронтовики. Хлесткие лозунги революции, мир народам, фабрики рабочим, землю крестьянам прочно засел в их головах. Оружие в руках пьянило голову, придавало силы. Степи царило безвластие. Толпы вооруженных крестьян, вчерашних солдат мировой войны, опьяненных безнаказанностью, ринулись захватывать ближайшие калмыцкие земли. Вопиющий случай произошел с первым профессиональным лесоводом Калмыкии Горей Джерентеевым. После окончания курсов по лесоразведению в Астраханской школе садоводства лесной департамент направил его в 1884 году работать на тингутинскую лесную плантацию. На протяжении 35 лет он занимался лесоразведением на тракте. Крестьяне села Дубовый овраг, ныне всем хорошо известного в Калмыкии, арендовавшие калмыцкие земли, объявили их своей собственностью. Мало того, они стали выгонять калмыков-хатона тингута с их выпусков. Будучи грамотным человеком, Горя Джерентеев написал от имени земляков жалобу в Царицынский исполком. Письмо было перехвачено, крестьяне захватили и вывезли всех подписавших письмо калмыков к себе в Дубовый овраг, закрыли их под замок. Ежечасно подвергали их издевательствам и избиениям. Через три дня до властей все-таки дошли вести о произошедшем и калмыков освободили. Горя Джерентеев после этих событий заболел, с трудом мог передвигаться, так как ему отбили почки. Спустя немного времени, проходившие мимо красноармейцы, заразили семью Джерентеевых сыпным тифом. Так, трагически ушел из жизни первый лесовод калмыкии. Для грабежа калмыцкого населения стали снарожаться целой экспедиции вглубь калмыцкой степи. Они уводили скот, грабили даже нехитрое имущество и убивали свидетелей своих преступлений. В Астрахани организовались целые банды для разбоя. В Харахусовском Улусе особой жестокостью отличился отряд Льва Татищева. Прикрываясь революционными лозунгами, бандиты жестко грабили и убивали безоружное калмыцкое население. Посланный из Астрахани на поимку Татищева отряд Бочкарева покончил с бандитами, забрал в них награбленное и тут же продолжил снова терроризировать и грабить калмыцкое население. Просьбы калмыцких советских органов выдать им оружие для защиты встречали в Астрахани постоянный отказ. Только создание хохолом Джалыковым и другими коммунистами конных улусных сотен остановило что это беспредел степей. Все эти бангруппы из переселенческих сел трансформировались в отряды самообороны и в дальнейшем стали основным пополнением Красной Армии в калмыцких степях. Начал процветать сепаратизм. Зажиточные села вокруг Элисты решили выйти из состава калмыцкой степи и организовали новое образование – Элистинский уезд с подчинением напрямую Астрахани. В боях отрядов самообороны против потерпевших поражения в Астрахани и отступавших в сельские степи войск князя Тундутова и генерала Сахарова особо отличился своей военной сметкой и храбростью Георгиевский Коварев Петр Анацкий. Именно в это время мученически погиб окончивший Александровский лицей в Санкт-Петербурге юный князь Мункотимир Тюмень. Он был захвачен плен отрядом самообороны. Его конвоировали из ремонтного зимовники. Во время пути издевались и постоянно избивали. От побоев он скончался. Тело его было брошено где-то на обочине. Петр Анацкий, знакомый с административной работой, еще в управлении Манноческого улуса помогал исполкому нового Элистинского уезда. Но канцелярская работа претела бывшему под прапорщику 20-го пехотного Галицкого полка. И отряд самообороны, назвавшись Элистинским полком, а затем дивизия, собрав бывших солдат со всей округи, поехал наводить порядки в соседней области войска Донского, а именно Сальский округ, основным населением которого были казаки-калмыки. Целью был грабеж зимовников-конезаводчиков, где послезть большие косяки породистых лошадей, грабили как русских, так и калмыцких хозяев. Был разорван один из известных конезаводчиков Санджа Багбышев. На беду на зимовнике у родителей находился его сын, сотник 17-отдельной Донской казачьей сотни Бадьма Багбышев. За боевые подвиги в Первую мировую войну награжден орденом Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом. Орденами Святого Станислава 2 и 3 степени с мечами и бантом. Орденом Святой Анны 3 степени с мечами и бантом. Орденом Святой Анны 4 степени Анинское оружие за храбрость. Его вместе с хозяином соседнего зимовника Бадьмой Сельдиновым арестовали и конвоировали на станцию зимовники. По дороге постоянно избивали. На железнодорожной станции их ели живых, после допроса поставили возле ямы полной трупов и расстреляли так называемый листинский полк под командованием петра нацкого двинулся на станицу грабевскую по воспоминаниям жителей станицы дать отпор на тот момент было некому почти все казаки калмыки воевали в зимгарском полку вместе с казаками станицы платовской они составляли костяк знаменитого полка донской армии уже в наши годы уроженцы станицы ездили на место где раньше стояли их мазанки еще живы были свидетели событий гражданской войны они рассказывали что командовал бандитами комиссара нацки он окружил станицу десятью пулеметными тачанками население в таких случаях обычно пережидала напасть прячась соседних со станицей балках фурули находились манджики и гелюнги молились за избавление от беды как такового боя за станицу не было петр нацки находясь на службе волосном управлении знал как калмыки относится к своей вере но это его не остановило он скомандовал огонь и стены хурула пронзили пулеметные очереди деревянные части хурула загорелись начался пожар в огне метались фигуры священнослужителей их тоже разели пули кроме самого здания суме в хуруле был небольшой домик где хранился конжур привезенный из тибета старинные грамоты и документы там же находилась усыпанница ламы донских калмыков катиба джигинова уроженца станицы элистинский полк еще сутки занимался грабежом убийствами и насилием станицы все эти факты были рассказаны свидетелями этого преступления записаны просковье ирниевны алексеевой каждый рассказчик расписался в достоверности рассказанного эти записи были упакованы в емкость и закопаны на месте где когда-то стояла богатая станица и где жили раньше почти две тысячи жителей открыто написать о зверствах красной армии тогда было просто невозможно поэтому воспоминания закопали на месте уничтоженного хурула на этой встрече присутствовало почти 50 станичников и их потомков в ноябре 1918 года в элисту прибыл известный царизинский волгоградский большевик иван тулак иногородней станицы морозовской его называли командующим степным фронтом он начал наводить порядке в элистинском полку и других фактически партизанских частях детство он довольно жестко с вольница было покончено в декабре 1918 года русские крестьяне сел элиста приютное ремонтное кормовое без люрта кресты еще вчера устанавливающую себя советскую власть и силой оружия на создавшие идеи все поделить полуну калмыцкой степи подняли восстание подавляющее большинство их было солдатами элистинского полка возмущены они были под разверсткой и декретом совета народных комиссаров рсфср от 3 декабря 1918 года где местным советом было разрешено устанавливать более 60 видов налогов на крепких хозяев а хозяева в селах элиста ремонтная без люрта шандаста и кирюльта были крепкие ходе восстания крестьяне разгоняли комитеты бедноты избивали партийных и советских работников уничтожали описти своего имущества хранившегося в сельсоветах выехавшие в село кресты ныне село первомайское на подавление мятежа иван тулак с военкомом уезда пастушковым были буквально растерзаны крестьянами и своими же красноармейцами восстание вскоре были жестко подавлено частями красной армии прибывшие из царицына петр аннатский не был глупым человеком быстро сориентировался и принял непосредственное участие в подавлении контрреволюционных выступлений своих бывших однополчан и соседей почти сразу же он заменил убитого элистинцами ивана тулака на посту командующего степным фронтом пробыл он им всего неделю в боях под селом дивное он получил смертельное ранение рассказывают что смертельное ранение было в спину земляки не простили предательство похоронили его почему-то не в родном селе приютное а в селе без люрта ныне село воробьевка могилу аннатского первые годы не раз оскверняли родственники погибших повстанцев и в могиле не давали покою петру аннатскому как мы видим из нашей публикации личность петра аннатского неоднозначная как в глазах калмыков так и в глазах русских горожан время тогда было жесткая и кровавая наша православная церковь тоже думаю да свою оценку человеку давшему приказ стрелять по храму пусть даже не христианскому храму по материалам статьи валерия катушова на этом пока все подпишитесь на наш контакте и telegram ссылки будут в описании под видео оставайтесь с нами оставляйте комментарии делитесь нашим видео с друзьями с наилучшими пожеланиями максим цеденов и